Сегодня мы поговорим о том, что такое момент силы. И я начну с простого опыта. Надавлю на дверь рядом с петлями, на которые она подвешена. Вот я давлю изо всей силы и пальцу уже больно, а дверь так и не открылась. А теперь я надавлю далеко от петель рядом с ручкой. Небольшим усилием дверь распахивается. И получается, что действие силы зависит не только от ее величины, но и от того, на каком расстоянии от оси вращения эта сила приложена. И то же самое можно показать на опыте с рычагом. Сейчас на рычаге висят два равных груза по три единицы, на равных плечах по четыре единицы. Но я могу уравновесить рычаг. Увеличив этот груз два раза, вместо трех единиц я подвешу груз в шесть единиц. Но тогда плечо нужно уменьшить в два раза. И теперь груз шесть единиц висит на плече в две единицы. А если я хочу уменьшить груз шесть единиц в три раза до двух единиц, мне нужно увеличить плечо в три раза до шести единиц. И мы видим, что грузы снова уравновешивают друг друга. Обычно правило равновесия рычага формулируют следующим образом. Если две силы уравновешены на рычаге, то их плечи обратно пропорциональны величинам этих сил. Но это соотношение можно переписать и в другом виде, перемножив члены пропорции крест-накрест. f1 умножить на l1 равняется f2 f2 умножить на l2. Такое произведение силы на ее плечо называется моментом силы. И поэтому мы можем сформулировать правила рычага еще в одном виде. Если две силы уравновешивают друг друга на рычаге, то моменты этих сил равны, и они вращают рычаг в противоположные стороны. Одна против часовой, а другая по часовой стрелке. Сейчас два груза по шесть единиц висят на плечах по четыре единицы. И каждый из этих грузов создает момент в шестью четыре двадцать четыре единицы. Но можно создать момент и по-другому. Например, я возьму груз в две единицы и подвешу его на плечо в шесть единиц. И вот у нас появился момент силы в шестью две двенадцать единиц. И двенадцать единиц не хватает. Вот у меня есть груз четыре единицы. И тогда я подвешиваю на плечо в три единицы. И он создаст этот добавочный момент в двенадцать единиц. И рычаг действительно уравновешивается. А теперь мы рассмотрим вот это устройство, которое называется весами с бегунком или безменом. И вы видите, что с одной стороны этих весов на бегунке висит груз, который принят за единицу веса. И положению равновесия весов соответствует отметка ноль на шкале весов. А с другой стороны висит чашка для взвешивания различных грузов. И плечо этой чашки принято за единицу длины. И вы видите, что шкала весов размечена именно в этих единицах длины. Давайте посмотрим, как работают эти весы. Для этого я положу груз единичного веса на чашку весов. И этот груз создает единичный дополнительный момент, который нужно скомпенсировать с помощью груза на бегунке. Вес этого груза мы изменить не можем, но зато можем увеличить плечо этого груза на единицу длины. И мы видим, что весы приходят в равновесие. Положим второй единичный груз и увеличим плечо груза на бегунке еще на единицу. И снова достигаем равновесия. Ну а теперь давайте взвесим какой-нибудь другой груз. Я кладу его на чашку весов. Видно, что его вес больше двух единиц. Двигаю бегунок до тех пор, пока весы не приходят в равновесие. И мы видим, что вес этого груза составляет чуть меньше трех единиц. И вот мы получили первое представление о том, что такое момент силы. А чтобы продвинуться дальше, сделаем еще один опыт. Сейчас на равноплечьем рычаге уравновешены два груза массой по 100 граммов каждый. А теперь я возьму и перекину нить правого груза через дополнительный блок. И равновесие немедленно нарушается. Чтобы восстановить его, добавим дополнительный груз. И теперь груз массой 100 граммов уравновешен грузом массой 141 грамм. И обратите внимание, линия действия силы при этом составляет с коромыслом рычага угол в 45 градусов. Разложим наклонную силу на продольную и поперечную составляющие. Продольная составляющая вообще не вращает рычаг, она только растягивает его. А вращает рычаг поперечная составляющая, которая и уравновешивает силу, приложенную к противоположному плечу рычага. Поэтому полная сила для угла в 45 градусов должна быть в корень из двух раз больше. Корень из двух это примерно 1,41. И именно это соотношение грузов мы и видели на опыте. К этому результату можно прийти и по-другому. Продолжим линию действия силы и опустим на нее перпендикуляр из оси вращения рычага. Этот перпендикуляр и есть настоящее плечо силы. И оно в корень из двух раз меньше расстояния от оси до точки приложения силы. Моменты сил справа и слева в равновесии должны быть равны. Поэтому сила справа должна быть в корень из двух раз больше силы слева. Это колесо представляет собой своеобразный рычаг, которому приложены три силы со стороны подвешенных грузов. Направление сил показывают стрелки-указатели. И само колесо может вращаться, но если я его отклоню от положения равновесия, оно довольно быстро к нему возвращается. А теперь давайте убедимся, что алгебраическая сумма моментов сил, действующих на колесо, равна нулю. Касательные к окружности перпендикулярны радиусом, проведенным в точку касания. Поэтому радиус окружности, который касается указатель, и является плечом. Против часовой стрелки действует сила в 50 единиц на плече в 10 единиц. И сила в 20 единиц на плече в 35 единиц. Они создают суммарный момент в 1200 единиц. По часовой стрелке действует сила в 60 единиц на плече в 20 единиц. И она тоже создает момент в 1200 единиц. Так что эти моменты уравновешивают друг друга. А теперь перейдем к нашему традиционному заключительному вопросу. И я сделаю известный опыт с двумя вилками, между зубцами которых зажата спичка. Берусь за спичку и выставляю всю эту конструкцию на опору. И она находится в равновесии, опираясь на опору самым кончиком спички. Понятно, что этот опыт можно объяснить тем, что центр тяжести системы находится как раз под точкой опоры. Но давайте посмотрим на дело еще по-другому, с точки зрения моментов сил. Понятно, что на спичку со стороны вилок действует сила, направленная вниз. И она создает момент, который стремится опрокинуть спичку. И тем не менее спичка держится в равновесии. И спрашивается, какой же момент противодействует опрокидыванию? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ютубе.